Хей, всем привет! Итак, мы начинаем наше новое шоу авто челлендж. Прошлый раз, когда я сделал анонс, я разместил свою почту и туда вы прислали свои челленджи. Мне пришло больше тысячи писем с разными челленджами. Люди спрашивали, к Жору, вот, посмотрите, столько писем пришло, я даже не все смог прочитать, но больше половины я прочитал, хотя их было больше тысячи. Вот, поставь на АКУ 20-е восемь и разгадись до 100 километров в час. Вот. Я вам скажу, что действительно больше половины людей просили поставить 20-е восемь. То есть больше половины из этих тысячи писем были про восемь. Я решил, что первый челлендж должен быть обязательно про восемь. Вот они, 20-е тапочки наши, козырные. Но проблема в том, что запихнуть 20-е восемь в Матиза, это практически невозможная задача. Посмотрите сами, насколько отличается размер колес. Вот стандартное колесо от Матиза. У него всего 155 ширина и 13 радиус. А вот двадцатый восемь. У них 20 радиус и 295 ширина пилот суперспорт Мишлен резина. И просто нереально их запихнуть сюда, даже если приподнять машину, чтобы арки были выше. Они просто сюда, ну никак в арки не помещаются. Посмотрите, ну вот, ну это нереально. Машина просто не предназначена под такие размеры. Но в нашем шоу нет ничего невозможного. Даже если мы вырежем вот так арку полностью, нам придется обрезать ванжероны, часть бензобака, часть двери. И все равно они не поместятся никак. Однако, я обратился к токарям и попросил их изготовить вот такие огромные проставки. Это мега проставки. Не они. Обычно проставки бывают 10-20 миллиметров. Наша проставка 35 сантиметров. Вот это царь проставка. И с этими проставками я думаю, мы сможем поставить бостон. Я еще сам не пробовал, как это будет выглядеть. Но сейчас мы это узнаем. Окей. Раз запихнуть их не получается, сейчас мы будем их ставить при помощи проставок. Окей, мы установили проставку. Но на самом деле, это далеко не все наши проблемы. Я объясню, в чем опасность этой всей ситуации. Дело в том, что обычные стандартные колеса, они расположены вот под таким углом. И они очень легкие. И наша ходовая рассчитана на эти маленькие легкие колеса. Когда мы установим огромные 20-е колеса, и плюс у нас еще будет рычаг, который давит на то место, где ступица крепится к балке. Получается огромная нагрузка на излом. И я боюсь, как бы нам не оторвала наши ступицы. Потому что даже сейчас вот рукой делаешь, можно вот пошевелить. А если когда 20-й Воссен будет прыгать по ямкам, это будет просто жесть. Нагрузка колоссальная пойдет вот сюда, вот на это место. И скорее всего она может сломаться. Но нас эти трудности не пугают. Давайте уже поставим 20-й Воссен. Вот что это видео делается с целью доказать то, что нету преград воображению. Если хотите рисоваться по городу, неважно какая у вас машина, на любую машину можно установить 20-й Воссен. 20-й Воссен любую машину делают круто. И сейчас вы в этом убедитесь. Есть. Блин, что-то мы перебзели. Все равно полу... Блядь, что-то мы полу много взяли. Надо было поменьше. Она как квадроцикл на дури получится на этих колесах. Ну что, главное, чтобы их установили. Челлендж был в том, чтобы установить колеса. Так, подожди, дай я вообще померю. Мы из бокса вообще выйдем на таких колесах. Так люди писали многое. Они писали, сними лобовое, разгонись до максимальной скорости. Писали то, что проехать на водке, проехать на воде и так далее. Но самое интересное, это, конечно, Воссен. А, еще писали, сними телочку на Матизе. Но понимаете, дело в том, что я не уверен, что это зависит от машины. Вообще, мне кажется, это миф, что телки клюют на машине. Но если ты внешне сам по себе хорош, ты на любой машине пешком познакомишься с девушкой. А если ты урод, то ты ни на какой машине с девушкой не познакомишься. Даже на Rolls-Royce. Потому что ты у страшники. Она тебе даст телефон, чтобы ты отбался. Так что это еще ни о чем не говорит. Мой моно сейчас приходит, Валенька, от такого. Окей, давайте посмотрим, что получилось. Осторожненько опускаем. И... По-моему, идеально. А так и должно быть. Давайте поставим передний. Передний, что хорошо, а не поуже. У нас же как бы моноблоки, типа. И передний у нас колеса поуже, чем задний. И уже будет полностью видок боевой. Козырно получается. Ладно, давайте так. Чтобы вас не интриговать больше, сейчас мы поставим все четыре Воссена. И тогда уже выкатим. И посмотрим, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Так, прежде чем выехать в город, на правах рекламы, минутка от спонсора. Есть такой сайт, называется uremont.com Здесь можно саму выбрать автосервис. Лучший по цене, лучший по расположению. И договориться о скидке. В общем, как Uber, только при ремонт авто. Один клик и все готово. Прямо сейчас любой житель из Москвы может получить подарок 5000 рублей на ремонт автомобиля. Первые 150 человек, кто кликнет по ссылке в описании, зарегистрируется и запишется на ремонт авто через uremont, получит в подарок 5000 рублей. Ремонтируйтесь, июль ремонта платит вам затраты на ремонт до 5000 рублей. Отличный шанс отремонтироваться на халяву. Количество ограничено подарков. Жмите по ссылке прямо сейчас. Окей, мы готовы выезжать в город и шокировать его. Повыше стало, как кроссовер. Какой-нибудь Nissan Juke, честное слово. Как часы. Окей, поехали ботовать. Субтитры сделал DimaTorzok 20-е диски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикол в чем? Просто? Просто? Внимание привлечь твое и людей остальных. Да. Привлекает внимание? Так сказать. Но ты же остановился, заинтересовался. Блес устал, да. Нормально. Хорошо, удачи вам. Давайте. Спасибо. Ты что, на кондере ехал? Нет, она все не делает. Да, все. Давай хоть заедем я. Давай. Ну что, давайте посмотрим, что у нас с мотором. Блин, доехали мы, да. Более-менее людного места, чтобы повыпендриваться нашими боссынами. Но я думал, ходовая не выдержит, а у нас мотор не выдержал. Тянуть эти боссыны. Перегрелся, бедолага. А что это он так? Вроде все нормально было. Ну сейчас жара еще боссынная. Так, ну что, давайте попробуем оживить наш мотор. На него нагрузка реально серьезная. Я когда говорю, что большие диски делают машину медленнее, медленнее, пацаны. Я понимаю, хочется 20-е тапочки. Но учитывайте, что когда вы их поставите, нагрузка на мотор просто колоссально возрастает. Я когда газ отпускаю, мне тормоз не нужен, потому что у меня такое ощущение, как будто кто-то тормоз нажал. Настолько тяжело машине вперед катиться. Каждый килограмм на колесах, это 50 килограмм в салоне. И бедный наш моторчик поэтому не выдержал. Че, все? Уже максимум? Походу все. Больше не заливается. Сейчас заведем и будем подливать. А че это булькает? Это ж тормозная. Это вообще-то нам овать не походу. Куда вообще забил? Куда я не знаю? Ну это рулевая написано, че она кипит, е-мое. Рулевая? А может они в рулевую стасол залили, кто знает. Это такие ребята. Да, но она кипит, е-мое. Ну она кипит, да. Рулевой че-то кипит. Рулевой че-то кипит. Чувак, что это? Что это такое? Что это такое? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Что это такое? Что это? Что это? Что это? Я не знаю. Что ты сделал с машиной? Да вот, нормальные тапочки хотел поставить, вот поставили. Просто родные, 13-ые, ну это вообще ни о чем, ни о чем, 20-ые. Колеса эти сколько стоят? Колеса? Ну конкретно вот эти 40 стали. Ты оригинальный, конечно. Ну надо выделяться как-то. Давай. Ну так, в принципе, нормальная машина, можно кататься. Главный в чем плюс? Потому что все пропускают. И еще плюс это клиренс. То есть я как будто в кроссовере сейчас реально еду. У меня клиренс не меньше 30 сантиметров точно. Эвок стоит, ну как бы на одном уровне с ним. И тапочки у нас поболее, я хочу заметить. Вот, конечно, немножко экстравагантно, но главное обращает на себя внимание. Вот. А это многие люди только это и хотят от машины, честно говоря. Диски нормальные, поставил просто. Водитель непонятной машины, убираем машину. Проставки. Комодерные? Да. Итак, мы приехали на самый оживленный пятачок в городе, чтобы понтануться своими восстаньями. Как вы видите, нету человека, или как он ржал, ты слышал. Нету человека, который бы не обернулся и не посмотрел на них. Мы доказали то, что неважно какая у вас машина, важно то, что вы хотите себе поставить 20-е восстанья и блатовать. Это возможно. Так что этот челлендж, я считаю, я выполнил. Ну а дальше что? Дальше я жду от вас новые задания. Как обычно, почта будет в описании и в комменты я закину. Туда пишите свои самые безумные челленджи. Мне нужна самая безумная, самая интересная идея, которую мы воплотим и все это, конечно же, снимем. Ну а пока ставьте лайк, если вы считаете, что родственные идут в Матизу. Мне кажется, они созданы друг друг от друга. По крайней мере, это сочетание просто ядерное. Видите, людям нравится. Ставьте лайки. Все, увидимся в следующем видео. Чуть не крякнул, но в дальнейшем его ждут еще более суровые испытания. Тут мне пишут, надо на подсолнечном масле проехать. Ну на подсолнечном, не знаю. Просто, чтобы он подольше прожил на всем этом. Зальем сюда супротек. Конечно, может кто-то сказать, что в этом нет смысла. Потому что скоро мы его, скорее всего, положим. Но понимаете, я хочу, чтобы он подольше пожил просто. Ему еще надо поработать. Я не хочу раньше времени его ушатать тоже. Пусть работает. Вообще, конечно, скоро у нас будет возможность разобрать его и посмотреть, что внутри. Ну а пока ждем следующую серию, где мы будем снимать очередную жесть. Увидимся. Пока.